По легенде, в результате действий диверсионно-разведывательной группы произошел сход шести железнодорожных цистерн, привозивших сырую нефть. При крушении поезда 50 тонн нефти разлилось, топливо загорелось. В результате повреждено 100 метров железнодорожного полотна, 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Первыми на место событий прибыли сотрудники пожарной службы, быстро среагировали и спасатели. Участники оперативно справились с условным разливом топлива и ликвидировали все последствия ЧАЭС. Для устранения последствий задействовали 200 единиц техники. Таким образом отрабатывали совместные действия спецслужб в случае возникновения реального ЧП. Свой профессионализм в деле продемонстрировали и работники железнодорожной службы. Данные подразделения, которые участвуют в устранении чрезвычайных ситуаций, у них различный срок готовности. Срок готовности очень короткий. От 19 минут до 40 минут. Вот такие сроки готовности. То есть действует очень быстро и оперативно. Помимо сотрудников МЧС в учениях были задействованы медики, полицейские, Федеральная служба безопасности, работники железнодорожной службы, представители исполнительной власти. Тренировка проходила в два этапа. В первый день решались организационные вопросы. А во второй отрабатывались практические действия по ликвидации разлива нефти. Это предупреждение ликвидации чрезвычайных ситуаций различного масштаба. А также будут проверены элементы гражданской обороны, которые развернуты непосредственно в объектах и организациях. Напомним, что только в прошлом году произошло сразу несколько подобных аварий. Самое масштабное в конце мая в Норильске. Тогда разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.